Я нахожусь у главного здания «Открытие Брокер» на Летниковской улице. Здесь практически все здания принадлежат именно «Открытию». И сейчас я буду брать интервью у директора по инвестициям управляющей компании «Открытие» Виталия Исакова. Знакомьтесь, Виталий Исаков руководит управлением портфельного менеджмента УК «Открытие» и лично управляет портфелями российских и иностранных акций. Виталий пришел в компанию в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями ВУК «Номосбанка». Свою карьеру начинал в 2008 году ВУК «МДМ». Виталий Исаков с отличием окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Мировая экономика». Имеет сертификаты CFA – сертифицированный финансовый аналитик и FRM – финансовый риск-менеджер, а также сертификаты FSFR серии 1.0 и 5.0. Виталий, скажите, пожалуйста, управляющая компания «Открытие» чем занимается? Основная ее функция, миссия в чем заключается? Управление капиталом, то есть обеспечение максимально возможного прироста при отмеренных или ограниченных рисках. При этом мы работаем как с частными лицами, так и с институциональными инвесторами. Так, а какие примерно капиталы находятся у вас в управлении, так чтобы знать масштабы? Общий объем активов под управлением больше 300 миллиардов рублей, из которых порядка 40 миллиардов рублей – это ПИФы, паевые инвестиционные фонды, а остальное – это доверительное управление для частных лиц и для крупных инвесторов. 300 миллиардов рублей. Да. Какая-то сумасшедшая сумма, вообще говоря, я просто даже представить такое не могу. 300 миллиардов рублей. И кто же заинтересован, кто ваши клиенты, кто дает вам эти деньги, кто доверяет? Смотрите, наши самые крупные именно по объему активов клиенты – это институциональные инвесторы. Что это значит? Это организации. Это пенсионные фонды, страховые компании, Росвоенная ипотека, эндаументы. То есть это те организации, которые поддерживают работу того или иного университета. У них действительно крупные капиталы, которые могут достигать от 1 миллиарда до десятков или даже сотен миллиардов рублей. И при этом они очень тщательно подходят и к формированию портфеля, и к наличию инвестиционного процесса, и к результатам управления. Это большой по объему сегмент нашего бизнеса. По количеству или числу инвесторов, конечно, сегмент индивидуальных частных лиц гораздо больше. Это сотни тысяч клиентов. Они вкладываются через инструменты коррективного инвестирования, в первую очередь боевые инвестиционные фонды. Ну, мне как-то даже страшно стало. А с какой суммой можно к вам подойти-то вообще? Смотрите, боевой инвестиционный фонд, ПИФ, как он известен, это совершенно демократичный инструмент. И там, если мы говорим про открытые фонды, от 1 тысячи рублей можно вкладывать. Если это биржевые фонды или ПИФы, то минимальная сумма – это цена одной акции, а она может быть меньше 100 рублей. Поэтому совершенно любой инвестор, имея 100 рублей, может как минимум начать и покупать. То есть, у вас есть продукты, которые даже от 100 рублей? Совершенно верно. Не знал. Ну, здорово. То есть, любая бабушка может, в принципе, стать клиентом вашим, и все, да? А какой интерес у клиентов, вообще говоря, давать деньги, инвестировать кому-то, почему не купить самим? Это вопрос двух вещей. Первое – насколько вам хочется этим заниматься. Потому что правильное инвестирование – это, по большому счету, вторая работа. И, знаете, там есть люди, которым нравится, интересно разбираться в финансовых рынках, в компаниях. Они готовы тратить на это время, силы. Это может быть для них хобби. Как есть человек, которому нравится чинить свой автомобиль. Вот для меня, например. Он провел воскресенье в гараже, но для него это не работа. Для него это отдых, развлечение. Да, пожалуйста, такому человеку не нужны услуги автосервиса. Есть другая категория людей, которые сфокусированы, в первую очередь, на своем бизнесе, либо карьере, в общем, на своей основной деятельности. Инвестирование – это, как бы, необходимая часть жизни каждого из нас. Но они готовы передать это тем людям, которые занимаются этим профессионально. И таким людям мы помогаем. Второй вопрос – это, конечно, вопрос компетенции. Потому что можно по-разному к этому подойти. Если человек, например, на рынке акций готов купить портфель из 20 хороших компаний, и его не трогать годами, то результат у него, скорее всего, будет хороший. А если человек приходит и начинает спекулировать, работать с плечом, то есть с финансовым плечом, на заемное. Я себя узнаю. И не имея, на самом деле, большого опыта и понимания в риск-менеджменте, он вдруг считает, что у него все офигенно получается, это может быть опасно для его портфеля. Ну, я это испытал не раз на себе. Я прошел путь от спекулянта простого. Сейчас я уже инвестирую надолго. И просто взял себя в руки и начал инвестировать. И, конечно, я думаю, что лучше доверять, наверное, профессионалам в этом деле. Конечно же. Так, ну скажите, пожалуйста, вот какие инструменты предлагает управляющая компания для инвесторов? Вот для простых инвесторов. Если мы говорим про ПИФы, то наша ленинга открытых фондов очень простая. Там всего шесть активно управляемых фондов плюс фонд золота, седьмой. В отличие от некоторых других управляющих компаний, где, может быть, 20 или 30 фондов, человека очень сложно выбрать. Например, у одной УК есть фонд смешанный и фонд сбалансированный. Вы сможете по названию определить, чем они отличаются? Я не могу, и наверняка ни один клиент тоже не сможет. У нас же линейка фондов в двух валютах, в рублях и в долларах США. У нас есть консервативный, сбалансированный и агрессивный фонд. Если говорить по активам, то это, соответственно, облигации, акции и смешанный портфель. Ну, грубо говоря, 50 на 50 акций плюс облигации. Поэтому клиент, понимая ту валюту, которая ему интересна, и понимая свой риск-профиль, к какому риску он готов, чтобы получить свою желаемую доходность, в принципе, выбор фонда становится самым очевидным. Давайте все-таки, вот их семь всего, давайте их перечислим просто. Смотрите, рублевые фонды – это фонд открытия акций, открытия облигаций и открытия сбалансированные. Сейчас еще раз, открытие акций, открытие облигаций и открытие сбалансированные. Так, долларовые. Долларовые фонды – это открытие еврооблигаций, открытие глобальной инвестиции и открытие лидера инноваций. Хочу сразу одну важную вещь отметить, мы говорим долларовые фонды, имеется ввиду, что портфель у них внутри, у самого фонда заинвестирован в долларах США, но при этом по требованиям нашего регулятора, Центробанка, стоимость пая мы можем считать только в рублях и положить и забрать деньги можно только в рублях, поэтому люди иногда могут путаться, почему у вас фонд облигаций, а он упал на 5%, ну а за это время это на самом деле фонд валютных облигаций, и доллар подешевел на 10%. Получается, если правильно посчитать в долларах, то плюс 5, а в рублях минус 5. Понятно. Поэтому нужно обязательно обращать внимание, в какой валюте ваш фонд. Так, какую доходность вы гарантируете вообще говоря? Гарантий у нас нет. Точно, нет, да? Понятно. Гарантий нет, мы не можем гарантировать по требованию ЦБ, совершенно оправданному, но даже если бы такого законодательного ограничения не было, мы бы все равно этим не занимались. Но здесь надо отметить, что гарантий нет, в общем-то, нигде в жизни. Вы можете положить деньги в ячейку в банке, к ней прогуляться в орын. Вы можете положить деньги по матрас, ее закопать в огороде, их съедят грызуны. Вы можете купить ОФЗ, ну если только это не супер короткие ОФЗ с близкой датой погашения, то они тоже подвержены изменению котировок. Например, в этом году длинные ОФЗ падали на десятки процентов. Вроде обеспеченное государство, но вы можете увидеть минус спустя полгода или год от инвестиций. Я понимаю это, я просто должен был задать этот вопрос. А какую доходность, хорошо, вы дали своим инвесторам? То есть об этом-то можно говорить? Про историческую доходность, безусловно. Она раскрывается у нас на сайте, и я могу, в общем-то, озвучить. Давайте озвучим. Если мы говорим про российский рынок акций, фонд, который управляю лично я, открытие акций, с 2013 года я им управляю, и за это время чистая доходность по конец сентября или по конец августа, я сейчас уже не вспомню, но это небольшую разницу сделать, 15,8% годовых. Годовых? Да, именно годовых. В абсолюте за этот срок это, ну там, рост примерно в 3,5-4 раза капитал. За? Восемь. С 2013 года. За восемь лет? Восемь лет. Восемь лет. Давайте дальше. Если мы говорим про самый старый портфель, который мы ведем, это портфель пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, инвуко-открытие проект с 2004 года. Прямо пенсионный фонд? На самом деле этот фонд распределен по нескольким управляющим компаниям, а в 10-15 управляющих компаний — это вот те граждане, которые выбрали не государственную Да, в том числе наша. Это вот те граждане, которые выбрали не государственную управляющую компанию web, а выбрали именно своим вылезъявлением частную управляющую компанию. С 2004 года доходность этого портфеля порядка 11% годовых. Это много или мало можно рассуждать. Это больше, чем инфляция за этот период. Таким образом, учитывая, что этот портфель все-таки не агрессивный и не выложен только в акции, это смешанный портфель, это хороший результат. Более того, из всех управляющих компаний это первое место по доходности за этот период и единственная двозначная цифра доходности. Круто, круто. То есть именно управляющая компания открытия. Это очень хороший результат. Я просто знаю, что некоторые дали убыток. С 2004 года вряд ли кто-то есть. С 2004 года вряд ли, да. Не все результаты одолели инфляцию. Так, другие фонды? Фонд облигаций им управляет мой коллега, Митя Космодемьянский. Митя работает в УК с 2007 года. И за этот срок доходность этого фонда тоже близка к двузначной или двузначной с небольшим. И опередила соответствующую инфляцию. Теперь, в 2021 году результат низкий, потому что сложилась очень тяжелая конъюнктура для рынка облигаций. Но мы клиентов всегда инвестируем, не смотрите на 3 месяца, не смотрите на полгода. Ориентируйтесь, пожалуйста, хотя бы на 3 года. За 3 года результаты этого фонда порядка 18 или 19% рубля. Это выше, чем если бы вы один за один вложили на цены. Про облигации я думаю, что мы еще вернемся дальше. Лидеры инноваций меня очень интересуют. Фонды на валютные активы имеют более короткую историю у нас. Мы активно начали их развивать в 2018 году. И этот период, ну так, совпало, что был период очень хорошей конъюнктуры рынков. Поэтому историческая доходность высокая. Я могу озвучить, что это порядка 90% за 3 года. Но, конечно, не стоит ориентироваться, что такие цифры можно повторять из года в год. Поскольку рынки никогда не растут по прямой. Периоды сильного роста сменяются периодами затишки и снижения. Поэтому, рассказывая про этот фонд, мы обычно говорим в терминах ожидаемой доходности, которую могут дать те инструменты, в которые мы вкладываемся. По ожидаемой доходности мы считаем, что те акции, в которые мы вкладываемся, могут дать 10-15% годовых в долларах США, но на правильном горизонте. От 3 лет. Почему мы так говорим всегда от 3 лет? Дело в том, что краткосрочно колебания рынка акций слабо поддаются прогнозированию. И результаты портфеля, мы говорим управление, но на самом деле управление не в том, что ты сидишь и там, так, сегодня я управился с плюс 1%, а завтра на минус 2%. Управление в том, чтобы подобрать в портфель такие компании, у которых бизнес хорошо вырастет, покажет хорошие результаты, и которые при этом оценены адекватно своему качеству, качеству своего бизнеса. Вот оно управление. И вот те решения, которые мы принимаем, занимаясь таким управлением, они практически не влияют на результаты на горизонте 1 месяц, 3 месяца, да даже год, потому что краткосрочные колебания рынка, они слабо связаны с результатами компаний. Они больше зависят от настроения инвесторов, от потоков ликвидности, от каких-то из головковых газет и так далее, и так далее. А долгосрочные результаты на горизонте 3 года, если вы купили в портфель хорошую компанию, она за эти 3 года существенно увеличила выручку, прибыль, дивиденд повысила, то, скорее всего, рыночная котировка такой компании этот факт отразит. Что мы, в общем-то, и видим. Понятно. Давайте тогда еще немножечко про гарантии спрошу, а что вы вообще тогда гарантируете? Мы гарантируем, что мы к вашему портфелю будем относиться со всем трепетом, уважением, тщательностью и экспертизой, на которую мы способны, приложим свои лучшие усилия. Это мы можем вам гарантировать. Хорошо. Относительно результата, как я уже сказал, гарантии нет. Это я понимаю, да. Но есть некие объективные экономические процессы, которые приводят к тому, что акции и облигации с годами приносят доход. Понятно. Скажите, вот такой вопрос тогда личный. Лично ваши доходы зависят ли от ваших результатов, от тех результатов, которые вы даете в качестве управляющего? Зависит, конечно. Наше вознаграждение где-то больше, чем наполовину, примерно на две трети, это переменная часть, которая как раз напрямую зависит от результатов. Единственное, что мы меряем долгосрочные результаты. Если в каком-то году была очень плохая динамика рынка, и рынок закрылся в минус, это не значит, что я не получу зарплату, при условии, что все требуемые действия были осуществлены, результат нашего фонда хорошо смотрится на фоне сопоставимых вложений, и все вещи, все коммуникации, которые мы должны были провести, мы проверили. Но я думаю, что это и есть гарантия, на самом деле, потому что вы просто кровно заинтересованы в том, что фонд должен получать доходность, не так ли? Мы безусловно заинтересованы, но на самом деле рынок решает. Если бы наши продукты не давали привлекательные результаты, то у нас бы исчезли все клиенты. Естественно. Но этого не происходит, наоборот, наши активы под управлением растут, при том достаточно существенно. 300 миллиардов, это очень улучшительно, да. Так, сейчас. На что вы ориентируетесь, когда вы говорите о доходности? С чем сравниваете? Бенчмарк какой-то, так сказать, то есть ключевая ставка, либо уровень инфляции, либо индекс Мосбиржи, с чем сравниваете обычно? И какие ключевые цели, которые вы ставите перед собой, какие цели ставит управляющий перед собой, какие цели ставят перед вами? Цели зависят от характера портфеля, с которым мы работаем. Если мы говорим, например, про наш самый популярный продукт для розыгрышных инвесторов, это фонд открытия облигаций, там цель инвестирования сформулирована, как опередить доходность банковского депозита, взяв минимальнейший при этом риск утраты или потери капитала. Понятно. То есть там четко все, депозит все ясно. Почему так сформулирована цель? Потому что это такой, как говорится, степпинг-стоун, то есть первый шаг человека, который никогда не был инвестором, не вкладывался на фондовом рынке. Ему не надо там, очертя голову, кидаться на рынок акции, где за месяц можно заработать или потерять больше, чем депозит делает за год. Вот фонд облигаций максимально сопоставимый с этим привычным нам и консервативным инструментом. Теперь фонды облигаций бывают разные. Многие управляющие компании стремятся как можно больше заработать в своем фонде облигаций, но при этом к рискам относятся не так тщательно, как, например, мы. Как мы это видим? Дело в том, что все фонды состав своих активов раскрывают раз в квартал, это требование регулятора. И по любому ПИФу можно пойти и посмотреть, из чего состоял в портфеле. Полностью. Полностью. На 30 сентября, 30 июня, 30 марта и так далее. И мы видим, что есть фонды, которые формируют свой портфель из высокодоходных облигаций, а высокодоходные… Высокорисковые. Они еще по-другому там называются. Их еще, наверное, называют мусорные облигации. Да, да. При этом в очень больших долях. То есть доля одной бумаги может достигать 5 или даже 10% от фонда. Это риск, который до поры до времени скрыт. При этом он может не проявлять себя годами. Потому что на самом деле, по всей серьезности, последний раз, когда на альфийском рынке была волна дефолтов, не единичный случай, а именно волна, это итоги кризиса 2008 года. 2008-2009 год. И тогда портфели, составленные по такой же логике, они понесли бы ужасные убытки. Они бы, наверное, могли себя показать хуже, чем рынок акций. Потому что рынок акций, он потом восстанавливается и отпрыгивает. А если вы дали деньги в долг, а заемщик ваш оботкрутился, то как бы все, восстановление вам уже не поможет. Ну, с акциями так же, в принципе. Банкротство голубой фишки, ну вот, наверное, ЮКОС — это последняя история. Да, я понимаю. И это дела минувших давно дней, да? Но при этом даже и тогда не было портфеля, который был составлен в сумме 20 ЮКОСов. А на рынке аббригаций такую историю можно встретить. Поэтому мы же, во-первых, ориентируемся, в первую очередь, на бумаги высокого кредитного качества. Во вторую очередь, мы ограничиваем риск концентрации. И максимальная доля одного негосударственного или неквазигосударственного заемщика у нас в фонде не превышает 2-2,5%. 2,5% даже. Да. Поэтому можно было зарабатывать больше, можно было. И какая-то часть клиентов это наверняка бы оценила. Но это не оценили бы те же пенсионеры, которые несут эти средства, считая, что это так же надежно, как депозит. Теперь, значит, вот этот низкий уровень кредитного риска, он не защищает от корребаний стоимости пая. Стоимость пая может и снижаться, например, если на рынке растут ставки, как это было в 2021 году. Да. Но надо понимать, что на рынке аббригаций мы имеем дело с зафиксированным будущим денежным потоком, и доходность будет получена в любом случае. А если котировки аббригаций снижаются, то это увеличивает вашу будущую доходность. И сейчас на рынке аббригаций сложилась конъюнктура очень-очень привлекательная. Когда держатели бумаг их распродали из-за того, что ключевая ставка растет. И будущая доходность, если сейчас вкладываться в рынок аббригаций, она очень даже стала привлекательной. То есть мы рассчитываем по своему надежному портфелю, что 8-9% годовых это где-то в диапазоне реальности. Ну, про аббригации я думаю, я надеюсь взять еще интервью у управляющего фондом аббригаций, потому что там масса всего интересного. Да, действительно, сейчас мне кажется, что наступает уже потихонечку момент, когда надо вкладываться именно в аббригации, потому что они сейчас на низком уровне, и они просто будут расти. И за счет цены, и за счет доходности, конечно же. А скажите, пожалуйста, теперь вот такой вопрос очень, ну, не очень хороший на самом деле, потому что комиссии. Какие комиссии берет управляющая компания с клиентов? Именно по ПИФам. Смотрите, если мы говорим про открытые появления инвестиционные фонды, то есть три вида комиссии. Это так называемая надбавка при покупке паев. Размеры этой надбавки зависят от суммы инвестирования, и там на крупных суммах она составляет 0,5%, 0,5%, либо же может вообще отсутствовать. Есть так называемая скидка. Это комиссия при погашении паев. Она зависит от срока инвестирования. Она может быть взиматься, если вы пробыли в паях меньше одного года, и исчезать после первого года. Либо на рынке акции она исчезает после двух лет. Это, с одной стороны, призвано стимулировать людей и инвестировать в долгую, с другой стороны, с бизнес-точки зрения, это компенсирует только затраты на привлечение клиента, если клиент оказался недолгосрочным клиентом. При этом, как я уже сказал, у всех клиентов мы ориентируем и пытаемся им внушить, что ПИФ — это вложение как минимум на 3 года. По двум причинам, на самом деле. Первая причина, то, что я вам уже озвучил, что именно за 3 года вложения они могут полностью раскрыть свой потенциал, как на рынке акций, так и на рынке облигаций. А вторая причина — это налоговая льгота. Инвестиционная налоговая льгота, если вы вложите по яме 3 года, можно не платить МДФЛ с 3 миллионов рублей прибыли за каждый год. И это не вложение, а именно прибыли. И это такая очень существенная льгота, которую, я думаю, 90-95% инвесторов полностью избавит от уплаты. Я про налоги чуть позже хотел спросить. Все-таки про комиссии. Про комиссию. И, конечно, комиссия за управление, так называемый менеджмент фи, комиссия УК, она колеблется по разным фондам от 1,5% до 3,9% годовых. Ничего себе. Это высокие цифры, если их сравнивать, например, с ETF-ами, ну или там самостоятельно инвестирование, где вы платите только брокерскую комиссию. Они берутся за наше активное управление, то есть за принимаемые решения по портферу. Нет такого, что мы просто купили какой-то набор ценных бумаг и сидим сложа руки, а на рынке что-то происходит, они растут, падают, вроде как бы с годами выросли, и вот мы молодцы. Нет. А мы отслеживаем комиссию рынка. И, например, в 2020 году, когда были сильные коррепания, именно наши активные действия позволили, например, фонду открытия акций существенно опередить и индекс, и большинство конкурента с учетом уже всех комиссий. Как это происходит? Мы сократили вложения в сектора, которые были под высоким риском, при этом мы сделали это еще в феврале. Например, мы избавились от акций компании Аэрофлот, сократили экспозицию на нефтяной сектор. А затем, в момент краха, мы не выходим в кэш по разным причинам, но мы активно ребалансируем портфель. Когда происходят какие-то такие события на рынке, скачок волатильности, то продают все. Какие-то компании продают заслуженно, а какие-то компании продают незаслуженно. Яркий пример – это, например, акции компании Московская биржа в прошлом году. Они падали вместо со всем рынком точно так же на 20-30%. Но при этом, если на секунду от эмоций отойти и рационально помыслить, то рост волатильности – это же отлично для бизнеса Московской биржи. Они свой финансовый результат существенным образом увеличили. Эти акции должны были не дешеветь, а дорожать на ковиде, что, конечно, и произошло, но уже потом, когда мы увеличили в них вложения. Если говорить про сравнение с пассивными альтернативами, я скажу вам так. Наш фонд акций опережает по доходности старейшей на российском рынке ETF, на российские акции одного из наших конкурентов, который существует с 2016 года. Несмотря на большую разницу в комиссии. Поэтому для какого-то клиента это очень чувствительный вопрос, и он не готов платить высокие комиссии. И для таких клиентов у нас есть линейка биржевых фондов, но это индексные фонды. Индексные фонды, где человек решение не принимает, а решение принимает раз в квартал индексный комитет Московской биржи, ну или там другого индекса, на который этот фонд ориентирован. Долгосрочно это тоже даст хороший результат. Но некоторые люди готовы платить как раз за то, что за их портфель на каждодневной основе смотрят профессионал. Вот за это мы берем комиссии. Есть ли разница в комиссиях между просто пифами и биржевыми пифами? У биржевых пифов, ну в принципе как у класса, в целом комиссии ниже. Это не только у нашей правящей компании, это по рынку, по российскому, да и в принципе мировая практика такова. Почему? Потому что в своем большинстве это индексные фонды. То есть здесь не нужен труд управляющего, здесь нужен труд только трейдера. Ну то есть человека, который нажимает на кнопки в торговом терминале, чтобы купить столько-то акций Газпрома, столько-то акций Рукоила, чтобы состав этого бипифа стал соответствовать составу соответствующего индекса. Поэтому по этим фондам комиссии низкие, но клиент должен понимать, что если допустим завтра в результате анализа мы понимаем совершенно точно, нужно продавать акции компании такой-то, потому что, ну там не важно, допустим это ЮКОС, да, мы проанализировали ситуацию и считаем, что это будет ноль. Из активного управляемого портфеля мы избавимся, продадим, эти деньги реализируем куда-то еще. В индексном портфеле, в биржевом фонде, даже если мы будем, такого не бывает, даже если мы будем не на сто, на 80% уверены, что эта инвестиция потеряет деньги, она все равно будет там, до тех пор, пока она есть в индексе. А из индекса она может уйти только 15 марта, условно говоря. Поэтому... Я правильно понял, что пиф-акции я не могу купить в качестве бипифа? Это разные. Это разные вещи, да? Это разные инструменты, да. Я понял. Я расстроен. На самом деле сейчас это все оформляется удаленно, это оформляется достаточно легко, нужна только подтвержденная запись на госуслугах, и вы можете оформить с компьютера или с мобильного телефона. То есть открыть пиф? Да. Пай. Хорошо. Ну вот мы переходим уже к открытию пая. Я заходил на сайт управляющей компании открыть, естественно, и там вот есть графики, я смотрел доходности, они впечатляют, конечно, они прям вот мне нравятся очень. В этих графиках уже учтена комиссия за управление или нет? Да, это чистая доходность. Это чистая доходность. Это у нас всех расходов и комиссий. А, ну вот все, как бы, вопросы. Ну да, это требование Центрального банка Российской Федерации, мы обязаны вот так рапортовать, ну и в принципе все цифры доходности, которые видите, не только наши. То есть это то, что получает клиент? Да, да. При этом, если прошло три года, то еще и, ну, условно говоря, на сумму до десятков миллионов рублей, это еще без налогов. Вы знаете, я думаю, что когда мы инвестируем, и здесь не надо сжаться из-за комиссии, надо смотреть на именно доходность, а доходность соответствует именно вот этим, ну, как бы с учетом комиссии, то если доходность хорошая, то, в общем сказать, мне не жалко денег на профессиональное управление. Вот я скажу так. То есть, в принципе, ну, как бы за хорошую работу надо хорошо платить, и здесь все логично. Мне кажется, это нормально. Я зашел на сайт, значит, посмотрел, всего семь фондов, как-то он очень-очень просто оформлен. И относительно сайта я хотел бы еще отметить, что мы теперь называемся открытием инвестиций, это вместе УК открытие и открытие брокер, и сайт УК мы обязаны иметь, опять-таки, по требованиям ЦБ, но основной наш сайт с контентом и продающий сайт, это все-таки сайт открытия инвестиций. И там можно посмотреть и аналитику, и более подробную информацию по каждому фонду. И там уже все есть? Там все есть, да. И можно купить пай? Смотрите, пай можно оформить через интернет-банк или мобильное приложение. Открытие брокер, ну, соответственно, открытие инвестиций. Покупка с сайта именно вот этого, она пока в разработке. Но покупка пока что на сайте УК открытия. Понятно. По поводу службы поддержки. Служба поддержки у вас с открытием одна и та же, либо у вас есть своя служба поддержки, у открытия брокер своя? Это своя, да. У нас есть свои специалисты именно УК открытия. Более того, ну, как бы, если это какой-то операционный вопрос относительно оформления, благодарения, наследования или какая-то ошибка на сайте, то отвечает служба поддержки на ребята. Если это инвестиционный вопрос и на него не могут ответить, то в конечном итоге он приходит к управляющему портфелю. И мы никогда такие вопросы не оставляем без внимания. Нам не важно, кто спросил, или это VIP-клиент, или это человек, который вложил тысячу рублей, но мы максимально открыто стараемся всегда отвечать. Хорошо. Смотрите, у вас семь пифов. И из этих семи пифов, наверное, ну, можно как-то скомпоновать какой-то портфель. То есть, как бы, часть в один портфель, часть в другой, часть в третий. Ну, вот, в частности, я своей знакомой предложил, скажем, 20% в фонд лидера инноваций, потому что он очень хорошо растет, мне это нравится. И сколько там остается? По 40% фонд акции и фонд глобальной инвестиции. Вот это вот можно сделать, да? То есть, в разный разбить портфель, составить, да? Конечно. Ну, как я уже сказал, стоимость одного пая, ну, минимальное самовложение тысяча рублей. На цену пая можно не ориентироваться, потому что человек всегда покупает дробное число паев. А, дробное число паев можно. То есть, нет такого, что лот. Да, не смотрите, что стоимость пая 6 тысяч рублей. Если вы принесете тысячу рублей, вам просто значится 0, 166, 166, 166, 166, до 6 знаков после пятой паев. Поэтому минимальная сумма вложений можно составить, скомпоновать портфель в любой пропорции. Более того, можно затем производить обмен. Вот, я про это. Одних паев на другие. И при этом комиссия, наверное, будет? Нет, обмен производится без комиссии и не прерывает отсчет налоговой льготы. Три года, помните, инвестиционный налоговый вычет, он продолжает действовать, даже если вы поменяли один фонд на другой. Это, в общем-то, очень удобно. То есть, например, вы вложили сыр на акции, он сильно вырос, и тут вы понимаете, что вам через год деньги понадобятся, а прошло только 2 года. Ну, чтобы не продавать сейчас, да, потому что на год рискованно оставлять в акциях, можно обменять на фонд облигаций, где точно понимаете, что больших убытков не может быть, и дождаться полностью срока 3 года, и все прибыли забрать в себе дне пациента. Вот, когда я об этом узнал, я вообще был просто потрясен, когда мне сказали, что внутри фонда можно менять доли, и это вообще не влияет на налог. Между фондами. Да. И, ну, я посмотрел еще условия, на самом деле, то есть, вот, действительно там выгодно вкладываться от двух лет, насколько я понимаю. Ну, все-таки мы бы целились в треть, потому что, ну, как бы, зачем платить эти налоги? Ну, и такая аналогия. Ну, бывает, что нужно. Ну, понятно, что в жизни бывают разные ситуации, и могут деньги понадобятся внезапно. Но это как раз во многом уже вопрос личного финансового планирования, потому что мы клиентам, я когда встречаюсь с клиентами, мы всегда говорим, вы начинаете инвестировать, покупка паёв, это не первый шаг. Первый шаг – это создание подушки финансовой безопасности. И это… То есть не надо инвестировать последние деньги? Именно. Это подушка финансовой безопасности, она вложена максимально консервативно, в максимально безрисковые активы, которые даже не могут и чуть-чуть колебаться в цене, как, например, фонд облигаций. И при этом любой момент можно забрать. Это, ну, вот, например, в группе открытия есть такой счёт «Моя копилка». Ежедневное снятие пополнения, процент на остаток. Да, ставка небольшая, но деньги ваши не лежат без дела. И вот, когда эта подушка сформирована в размере, ну, хотя бы нескольких месяцев расходов семьи, тогда уже вы чувствуете себя более спокойно, уверенно, и тогда можно вкладываться и в рынок акций, и в рынок облигаций. И если вам внезапно понадобились деньги, а, например, рынок акций в этот момент упал, то вам не приходится фиксировать свой убыток и забирать деньги в худшие возможные моменты. А вы спокойно свою непредвиденную ситуацию разрешаете с помощью этой подушки безопасности, а там сохраняете инвестиции. Хорошо. Смотрите, вот я принял, например, решение инвестировать в какие-то фонды, распределил их, принял решение о покупке каких-то паёв, перевожу деньги. Как быстро будет сформирован мой портфель? Это сразу или через какое-то время? Смотрите, начисление паёв при покупке, оно происходит за один-два рабочих дня. Ну, то есть, сегодня подали заявку, завтра по той цене, которая будет в пае, а сформированного завтра, вам эти паи начислят. Теперь, лично ваши деньги, в момент, когда вы становитесь паищником, они обезличиваются. То есть, если вы внесли 10 тысяч рублей, а фонд 10 миллиардов, в тот момент, когда вы начислили паи, у вас уже нет ваших 10 тысяч рублей, а у вас есть крошечный кусочек вот этого 10-ти миллиардного портфеля. Ну да. При этом, вот, те 10 тысяч, нам не обязательно покупать на них активы. Мы, может быть, их отдадим другому паищику, который в этот момент выходит. Ну, то есть, в момент попадания внутрь пи, деньги обезличиваются. То есть, уже не важно, куплены на него акции или нет. То есть, я купил паи, и всё. Конкретно на эту сумму уже не важно. Как только вы стали паищиком, вы владелец всего портфеля, даже того, который был сформирован до того, как ваши деньги поступили. Теперь обратный вопрос. Если я хочу забрать свои деньги, как быстро я их получу после того, как я пишу заявку на вывод? Смотрите, здесь есть два момента. Первый – это фиксация той цены, по которой вас рассчитают, цены погашения паёв. И второй момент – физическое поступление денег на ваш расчётный счёт. Так. Фиксация цены, она также происходит достаточно быстро, это один или два рабочих дня. Ну, то есть, сегодня вы подали, завтра вы уже понимаете, сколько вы получите. Движение средств из ПИФа на ваш расчётный счёт, оно может занимать несколько рабочих дней. По разным причинам. В каком банке у вас открыт счёт? Какая сумма? Например, если это небольшая сумма относительно размера ПИФа, ну, там, ну, те же 10 тысяч рублей в 10-миллиардном фонде, то эти деньги у фонда, ну, всегда они уже есть. Они, там, эта сумма где-то сидит на расчётном счёте, и это за один день осуществляется. Если это большая сумма, если вы ВИП-пайщик, который владеет, например, 10% фонда, то тогда нам, конечно, таких денег на расчётном счёте нету, и нужно сначала продать активы. Да, если мы продаём активы в тот же день, ну, это, в принципе, возможно, хотя не по всем фондам. Например, облигации, как правило, менее ликвидны, чем акции. Ну, расчёты биржевые в любом случае занимают два дня, сделки рассчитаются только на Т плюс 2. Ну, то есть, немножко этот срок удлиняется, если вы, ну, вот такое одно весомое лицо в ПИФе, которое владеет такой существенной частью этого ПИФа. Понятно. Теперь смотрите, вот вы управляете какими-то колоссальными деньгами, как управляющий, а лично вы куда инвестируете? Мы вкладываемся в наши же фонды. Вот так, то есть вы себе доверяете полностью? Ну, для меня это, прям, такой вопрос, не требующий обсуждения. Во-первых, мы действительно себе доверяем, во-вторых, нам всегда проще так общаться с клиентами, когда ты показываешь, что мы едим из-за того живого котла, из которого пытаемся накормить вас. Да, естественно, да. Скин из-за гейма, говорят наши коллеги. Смотрите, какой еще вопрос. Вот вы достаточно молодой человек, наверное, горячий, эмоциональный. Вот. И вдруг у вас возникнет соблазн. Вы обладаете огромными средствами, то есть у вас в управлении огромные средства. И если вы, например, купили какую-то акцию, вы же можете влиять на ее курс. И как-то вот не может ли возникнуть у вас, во-первых, соблазн, а во-вторых, даже если он возникнет, то есть ли какие-то системы защиты от таких вот соблазнов? Смотрите, ПИФ с этой точки зрения это самая защищенная форма инвестирования. Ну как? Поскольку взаимодействует несколько независимых участников рынка ценных бумаг. Например, направляющая компания принимает решение по вашему портфелю, но активами не владеют. Активы лежат в другом лице, который называется специализированный депозитарий. Абсолютно не аффилировано с управляющей компанией, отдельная рецензия, также регулируется Банком России. А учет прав на ваши фонды ведет третье лицо, это регистратор. При этом без согласия специализированного депозитария большую часть операции ПИФ не может совершать. Мы не можем без согласия специализированного депозитария делать вне биржевые сделки. Не можем выводить деньги, переводить условия на Каиман. Нет, ну это очевидно. Он просто не подпишет такую платежку. Поэтому за всю историю существования этого инструмента в России, это из 90-х еще, я не знаю ни одной истории, когда управляющая компания банкротилась, сбежала с деньгами инвесторов, или тем или иным способом обманула. Теперь то, что вы говорите, здесь там повредит на котировочке, это как бы манипулирование рынком ценных бумаг, и центральный банк тоже за этим следит очень жестко. За этим следит наш внутренний контроль, наша стурбоконтроля за рисками. А если говорить по решениям по портфелям, мы все-таки оперируем большей частью в ликвидных бумагах, в голубых фишках, так называемых, где... Не так просто повлиять. Не так просто повлиять. Это во-первых. Во-вторых, те активы, которые можно покупать или продавать, активы зафиксированы а. правилами фонда и б. решением инвестиционного комитета, где тоже много пара глаз смотрят и следят, а что находится в портфеле, что-то она продается и покупается. Теперь смотрите, какой вопрос. Вот, скажем, вы управляете огромным фондом, огромным капиталом, PIF – это вот нечто огромное, и вдруг на рынке возникает паника. И массово клиенты начинают писать заявки, типа «я хочу вывести свои деньги, я хочу вывести свои деньги». И вы вынуждены продавать акции, когда вот это невыгодно. Как вот здесь есть такой риск? Он есть, действительно, я понимаю это. Какие-то есть здесь варианты, как это вот, минимизировать такой риск? Смотрите, риск действительно есть, но для нас он пока что теоретический. Почему я говорю, что он для нас теоретический, потому что ровно описываем вами ситуацию. С точки зрения динамики рынка произошла в марте прошлого года. И что мы увидели? Мы увидели, что клиенты не пишут заявки на повышение, а клиенты пишут заявки на покупку. Да вы что? Да, именно так. Может быть, сработали наши коммуникации. Мы всегда пытаемся поддерживать, выступать, рассказывать, что ребята паника – это не время продавать, а время покупать. Может быть, ну уже созрел российский инвестор, потому что, на самом деле, большие изменения, они идут очень плавно, поэтому не всегда заметны. Но люди, кто 10 и более лет на рынке, видим, что инвестор, и сам рынок, и природа биржевых торгов, они эволюционируют по сравнению с тем, что было 10-15-20 лет назад. Но мы столкнулись с тем, что был приток фунт акций. Поэтому и прекрасно. Те клиенты, которые внесли в момент прошлогодного падения, они, конечно, заработали очень-очень много. И те клиенты, которые просто пересидели, они тоже заработали уже много. Те, которые внесли или донесли, они, конечно, очень правильно поступили. Теперь, если все-таки начнет такое происходить, то плюс большого фонда, он еще в том, что этот фонд очень дефицирован по пайщикам. Это тысячи и десятки тысяч дитс физических. И маловероятно, что все они придут и подадут заявку в один день. Практически невозможно, давайте скажем честно. Кто-то уехал в отпуск, кто-то смотрит раз в год, кто-то считает, что время докупать. И этот процесс, он будет нести плавный характер, если он будет. С плавным характером мы справимся достаточно легко. Поступает заявка на погашение, мы чуть-чуть продаем фонд, эти деньги тут же из фонда исключаются. Ну, то есть какое-то гибкое отношение есть. Да, да. Они отходят тем клиентам, которые приняли решение погаситься. Бумаги ликвидные, мы не держим тех бумаг, из которых мы не можем выйти, условно говоря, за неделю. Понятно. Не повлияв кардинальным образом на их цена образования. Поэтому такого не боимся. Есть какое-то ограничение, вот чисто физически, законодательное, на то количество акций, которые вы одновременно можете купить или продать? Смотрите, ключевое ограничение, это ограничение на максимальную долю одного имитианта ценных бумаг. Оно, ну там, когда-то много лет было 15%, а потом ЦБ решил, что это слишком рискованно, и сейчас в процессе постепенного сокращения этой доли. На сегодня она составляет 13%, а по планам еще через пару лет она будет составлять 10%. А у вас? Ну, мы, конечно, следуем всем ограничениям. Значит, теперь, ну понятно, что если 10%, можно купить 10 имитентов, но на самом деле мы считаем, что это мало. У нас в активно направляемых портфелях акций в среднем 25-30 бумаг. 20-30. Как-то так. А, не так много. Не так много, да. Ну, как бы, если у тебя в портфеле сотни бумаг, то очень сложно, ну, по сути, ты стал индексом. И сказать, что ты чем-то оправдываешь свою комиссию, ну, невозможно. Даже если у тебя есть суперидея, которая удвоилась или утроилась, но имея весь в портфеле 1%, никакого результата для клиента она не делает. Но и держать, в основном говоря, 5 бумаг, даже если бы можно было с точки зрения ГДА, мы считаем, что это неправильно, поскольку действительно хрустального шара у нас нету, есть ожидания разумные, обоснованные, но периодически на рынке случаются неожиданные. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вы же наверняка знаете, какие фонды, вот вы уже проговорились, пользуются наибольшей популярностью, ПИФы. Ну, если под популярностью подразумевать объем активов, то, конечно, облигационные фонды. Объем активов. Да, облигационные и сбалансированные фонды. На рынке открытых ПИФов это самый популярный сегмент. Ну, в принципе, можно понять инвесторов, потому что акции люди побаиваются, у кого-то жива еще память 2008 года, а у кого-то наверняка и 1998 года. А вот сбалансированный фонд или фонд облигаций, он вроде как так понадежнее, постабельнее. Хотя, например, в 2021 году происходит такие немножко, неожиданные вещи. Облигации в цене падают, акции растут. Поэтому мы выступаем за диверсификацию и советуем иметь в портфеле то и другое. С точки зрения популярности валютных фондов, она все-таки немного ниже. Да, люди боятся девальвации, но они вроде на словах боятся девальвации, а потом, когда наступает момент считать деньги, они видят, что сейчас доллар стоит дешевле, чем 5 лет назад, чем 6 лет назад. А доходность выше. Оказывается, да. Оказывается, можно было в рублях заработать. Я вам больше скажу. Российский рынок акций за прошедшие 5 лет опередил доходность S&P в пересчете на доллары. Да, это я знаю, да. Ну, то есть, как бы, да, живые воспоминания о 90-х, о 2008-2014, но практические цифры говорят о том, что не надо все в доллары. Рубли тоже нормально и тоже хорошо. В сбалансированном фонде какая доля акций, какая облигации? Мы исходим из базового соотношения 50 на 50, и в каких-то рамках мы его регулируем в зависимости от своей точки зрения на конъюнктуру рынка. Ну, предел этих рамок, наверное, 60 на 40 в ту или иную сторону. Понятно. Ну, вот я читал, что там теория Марковицы говорит о том, что самое главное, это вот структура, это соотношение между вот этими облигациями и акциями. И ее надо поддерживать. Ну, вы немножечко ее варьируете, да? Ну, я бы так трактовал эту теорию, что для результатов вас, вашего друга, вашего коллеги и для любого инвестора самое важное – это выбор классов активов для долгосрочных результатов. Если у вас, вам предстоит инвестиционный путь в 30 лет, например, вы сейчас молодой работающий профессионал, через 20-30 лет собираетесь на пенсию. Если вы сформируете портфель полностью из облигаций и отдадите его лучшему управляющему в мире, команде нобелевских лауреатов, гениальных ребят, через 30 лет результат будет хуже, чем если бы вы купили, я не знаю, просто индекс там, первые попавшиеся акции и держали их не трогая 30 лет без там нобелевских лауреатов, без искусственного интеракта, без даже чтения годовых отчетов, результат портфеля акций будет лучше, в 99,9%. Поэтому первое решение – действительно распределение по классам активов. Оно будет ответственное за 80% вашего результата. Можно ли считать ваши инвестиции консервативными? Тут вопрос мерки, да, какой мерой мерить. Для каждого человека слово консервативное означает что-то свое. По сравнению с депозитом, это безусловно неконсервативные вложения. По сравнению с тем, как человек приходит, пытается самостоятельно работать на фондовом рынке, открывает телеграм, находит гуру, гуру ему пишет, нам время покупать такую-то малоликвидную акцию на все, у нас суперконсервативное вложение. Понятно. И вот та вторая история – это, к сожалению, не редкость. Да, потому что… Это чаще всего. Ну, фондовый рынок, он сам по себе, во многих людях будет азарт, как рулетка, знаете, там. Да, да. Можно купить, бац, ты в большом плюсе. Отлично, ну, наверное, я круто что-то делаю. Дай-ка я куплю еще раз, еще да внесу, а теперь можно еще кредит взять. Вот по сравнению с такими штуками, конечно, пифы – это очень консервативный и разумный инструмент. Я был удивлен. Статистика недавно выходила, какая акция американская, самая популярная, из тех, что торгуется на наших местных биржах. Оказывается, там огромные обороты Валибава. Ну, окей, это хороший бизнес со своими проблемами, со своим потенциалом, можно его проанализировать, принять взвешенное решение, купить на 5% от портфеля. Но явно, если бы все так делали, это не стало бы самой оборачиваемой акцией на российском рынке. То есть люди приходят, как в казино. В американском стране есть такая аббревиатура YOLA – you only live once, живешь только раз. И вот чем с таким отношением оперировать, то, конечно, лучше в пифы. Ну, или вложите большую часть в пифы, а немножко себе оставьтесь на поиграть. Поэтому с этой точки зрения это консервативный инструмент, регулируемый, с четко прописанными правилами ограничений, с длительной историей с профессиональными правилами. Ну, я думаю, что я вот задал все вопросы, которые хотел, на самом деле, и сейчас я хочу подытожить немножечко, я хочу сказать, что постепенно я вот прихожу к мысли, что самое лучшее решение для начинающих инвесторов, которые вообще ничего не знают о фондовом рынке, это действительно воспользоваться вот услугами именно, то есть вложить в пифы услугами управляющей компании, потому что, ну, действительно, мы не можем сформировать сколько-нибудь разумный портфель сами, самостоятельно, и у нас просто для этого не хватит денег, чтобы, ну, так сказать, одни акции, значит, там, диверсифицировать его. Поэтому мне кажется, что это вот, это будет правильное решение, именно вот консервативное, то есть я считаю, что это консервативная инвестиция, вкладывать вот в такие фонды, почему я и приехал сюда, и почему я, в общем, так сказать, попросил, я был в восторге, когда мне организовали вот это вот интервью. Спасибо огромное, Виталий, было очень интересно, я думаю, что это будет полезно и подписчикам. Спасибо. Спасибо.